Вот такой вот розовый красавец у меня получился. Получится и у вас. Обязательно сохраняйте рецепт и готовьте. Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить вкусный меренговый рулет. Для меренги нам понадобится 7 белков, сахар, ванилин и гелевый краситель. Итак, я отделила белки от желтков. В этом рецепте желтки нам не понадобятся, но в ленте есть рецепт, где можно их использовать. Вливаю в чашу миксера белки, добавляю щепотку соли и взбиваю до легкой пенки. Сахар, который вы отмерили, нужно ввести в 3-4 приема. Сразу весь сахар засыпать нельзя. Взбиваем белки с сахара вот до вот таких вот пиков. По желанию можно добавить немного ванили и буквально 2 капли гелевого красителя. Взбиваем еще раз. Вот такого вот розового цвета меренга получилось. Добавляем столовую ложку кукурузного трахмала. Взбиваем еще раз и наша меренга готова. Я выложила меренгу в кондитерский мешок и отсаживаю через насадку. В принципе, этого можно не делать. Можно просто распределить меренгу, как я это частенько делаю в сторис. Отправляем противень с меренгой в предварительно разогретую духовку до 150 градусов. Выпекаем при режиме вверх-вниз плюс конвекция минут 20-25. Прошло ровно 20 минут. Сейчас будем проверять. Все, готово. Видите? Накрываем пищевой бумагой, либо вафельным полетенцем. Теперь нужно просто перевернуть. И пока меренга теплая, нужно снять эту бумагу. Теперь мы будем готовить крем. Для этого нужно охлажденные сливки. Смешиваем с творожным сыром. Я использую хохланд. Можно и маскарпоне. Затем всыпаем сахарную пудру. И все это взбиваем. Смазываем меренговый пласт кремом. И начиняем ягодами или фруктами. Идеально подходят банан, киви, клубника и малина. Теперь нужно все свернуть. Так, немного крема сверху. Украшаю рулет клубникой. И кусочками киви. Листочки мяты. Наш десерт пропитался. И вот такой вот он получается. Смешиваем. Продолжение следует...